Мы знаем, вы слушайте. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро среды, утро серединочки недели. Сегодня нам обещают и солнечный день, и такую умеренную погоду. Слава Богу, не британскую жару. А впереди нас ждет удивительная встреча, можно сказать, со сказкой. Но к всему свое время сначала вот наши слова... Позывные. Позывные. Да, позывные. Киевское время. Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням на радио Болтком слушайте программу Киевское время. Об истории, культуре, современной жизни Украины. О героях прошлого и настоящего. Киевское время. На радио Болтком. Итак, с вами Олег Пекал Александр Шунин. Всем еще раз доброе утро. Мы все знаем, что в условиях войны многие матери с детьми вынуждены были покинуть свою родину, Украину. И оказавшись в другой стране, в других каких-то совершенно условиях, действительно дети испытывают и стресс, и волнение. И вот оказать им какую-то эмоциональную поддержку попытались герои нашего сегодняшнего рассказа. Это создатели такого детского, удивительного, интересного сериала «Туттины скорби», который выходит на канале YouTube. Украинская актриса Лидия Баранова. Здравствуйте, Лидия. Доброе утро. Доброе утро. И продюсер этого, создатель сериала Марта Селецкая. Марта, здравствуйте. Доброе утро. Может быть, ну, сначала несколько слов о том, Лидия, может быть, вы расскажете свою историю, каким образом, ну, вот вы оказались в Латвии, как сложилось так, что вы создаете, вот работаете сейчас здесь? Да, конечно, я расскажу. Оказалось, в Латвии, конечно, из-за того, что в Украине на данный момент война. 12 марта мы выехали с территории Украины, я, моя дочь и моя сестра, и, собственно, приехали в Латвию. Нас здесь приняли друзья, и мы здесь у них жили. Касательно проекта, то спустя какое-то время, после того, как мы сюда приехали, я увидела сообщение о том, что ищут актрису для детского телешоу, что будет кастинг. Я написала, мне ответили, я пришла на кастинг, потом пришла кастинг, и, соответственно, вы уже увидите меня в роли Тутты в сериале «Тутты на скорби». Очень, действительно, такое доброе, очень, ну, шоу, которое, скорее, вот адресовано самым маленьким зрителям, там вот такая лисичка очень смешная, и вот об этом мы тоже поговорим. Но, Марта, может быть, вы расскажете несколько слов о том, вот как случилось, что вместе с... Вы выбрали вот именно Лидию, что это был за проект сериала, почему вы хотели именно сотрудничать с украинскими актерами? У нас была, когда настала полномасштабная война в Украине, я думаю, что каждый человек думал, что он может помочь или как он может как-то в этой ситуации помочь и что сделать. И у нас, в моей компании, мы пришли в мысль, что надо делать то, что ты лучше всего умеешь. И мы делали в Латвии очень такой, очень популярный шоу «Тутты на скорби», и мы придумали, что мы можем как бы сделать это тоже для украинских детей, которые, может быть, находятся как-то не у себя дома. И это шоу для детей от одного годика до четырех, которые еще не умеют читать, но они могут слушать сказки и могут как-то повторить то, что Тутта им учит. И она учит, как найти интересные всякие стучки, не знаю, как по-русски, но как играть, если у тебя нет, например, очень много игрушек, или если там темно стало, или есть всякие такие вот интересные игры, что ты можешь делать, если обстояние не вот так, как у тебя дома. И так мы придумали, что давай делаем по-украински тоже этот сериал, но там была такая мысль, что мы будем делать только тогда, если мы найдем настоящую золушку актрису. И вот Лидия пришла на кастинг, и мы решили, что есть, что она, мы нашли, и давай делаем. И этот сериал... И, конечно, спасибо очень ЛМТ, который дал нам деньги на это, потому что это очень дорого, но как-то мы вместе как-то придумаем, что мы можем это сделать. Язык, я так понимаю, украинский будет. Уже, уже с первого июля, да, уже с первого июля выходит. А где выходит, сколько серий будет, где посмотреть, как можно там? Будет в нашем ютуб-канале, так и оно называется, тут и не скорби. И теперь будет 8 серий мы сделали, но мы уже смотрим вперед, и можем делать еще побольше. А кто пишет сценарий, или это адаптация ранней латышской версии, просто перевод? Это адаптация, но, конечно, сценарий у нас были очень много, потому что у латышской, тут сериал уже 200 серий, и у нас было очень много, из чего мы можем взять и переделать на украинский. Но все-таки мы решили, что у нас в команде была тоже психотерапевт Леина, которая как раз думала про эту ситуацию, где находятся теперь украинские дети, и как мы можем их адаптировать в эту ситуацию. Да, да, да. Как раз хотел задать вопрос, будут ли какие-то серии, посвященные, ну, и взрослые, конечно, потеряются в чужой стране, в другой реальности. Что уж говорить о детях. Какие-то специальные, направленные на них серии, может быть, не Скорбини, эти в переводе сокровища, а какие-то вещи, объясняющие что-то из латвийского языка, что-то из латвийской реальности, в принципе? Лейда, может, ты можешь, у тебя лучше русский. Да, вопрос бы сказал, был касательно адаптации. Ну, я хочу от себя сказать, что, в принципе, наверное, здесь более обобщенное, какая-то история, и мы стараемся не затрагивать всё-таки для детей никакой военной темы, но, тем не менее, в каждой серии есть какой-то маленький подтекст, что сделать ребёнку, если ребёнок оказывается в незнакомой для себя ситуации. То есть тут показывает это всё через игры и через позитив, что не нужно ничего бояться, можно сесть, успокоиться, и сделать что-то очень интересное и игровое, и вам, дети, станет легче. Да, Лидия, я имел в виду, именно касаемо латвийских реальностей, ну, вот ребёнок, который ощутился в Латвии или там в Риге, ну, вот это там кошкин дом, это означает тот и тот, у него такая история, а это там, не знаю, собор такой-то, а это вот такая-то вкусняшка, и она только в Латвии, вот поэтому она такая, и называется она вот так-то, и есть её правильно нужно вот так. Или это будет такой сериал, который, ну, как бы, вообще, да, не касается каких-то... Он не касается, как бы, Латвии, это вообще для тех детей, которые находятся в вот такой необычной ситуации украинских детей. То есть это для украинских детей не только в Латвии, а для всего мира, да. Поэтому это будет таким. Ну, здорово, в Латвии создаётся телесериал на украинском языке для детей украинских всего мира. Ну, да. Лидия, вот, может быть, вы расскажете два слова, вот как вы нашли этот образ тут-то, вот что для вас это вот, как эта роль значит, как вы нашли этот образ? Ну, для меня эта роль, отвечу сразу на второй вопрос, для меня эта роль очень позитивная. Что она для меня значит? То, что я могу что-то тоже сделать для детей. Потому что в Украине до переезда сюда и до войны я работала с детьми очень много лет. И я постоянно вкладывала свои эмоции, себя в развитие детей творческих. И так получилось, что здесь, слава богу, эти навыки тоже пригодились. И где я отвечу на вопрос, где я черпаю и нахожу эту туту, в поддержке и в подсказках Марты в первую очередь. Марта огромный профессионал. И мне кажется, конкретно Марта привела меня к тому, чтобы я эмоционально была вот тутой. То есть она подсказала и показала путь. Кто такая тута, какая тута и что делает тута? Марта, может быть, вот тоже два слова о том, что для вас значит тута, вот что она несет для детей. Вот она добрая, хитрая, любопытная. Есть ли действительно у нее что-то похожее вот с лисой? Поскольку у нее постоянная подруга лисичка. Ну тут вообще я думаю, что она такой очень большой друг детей. Она как бы немножко как няня тоже. Если у мамы есть что-то, что поделать, пять минут она может, не знаю, кофе себе сделать. И пять минут будет очень-очень квалифицированная профессиональная няня, которая как бы учительница немножко тоже. Она вообще, ну как бы ребенок успокоит его или развлекает немножко и что-то научит новое. А лисичка, она очень такая вот, она вот точно хитрая и такая как бы, не знаю, как Лидия скажет, какая лисичка? Она как бы как ребенок больше лисичка. А тот больше как учительница. Такое распределение ролей. Выходит, сериал сейчас на YouTube-канале, вот тут я на скорби. Что, каким образом, вот есть возможность узнать об этом канале всему миру? То есть вот как его рекламируют, насколько сейчас он развивается, насколько подключаются зрители, чтобы смотреть этот сериал? У нас огромнейший партнер ЛМТ, и мы с ним делаем вместе этот проект, и они очень нам помогают насчет пиара. У нас также там агенция есть, которая только пиар делает. Так что я думаю, что самая лучшая реклама будет из уст в уст. Когда мамочки украинских детей будут просто делиться с этим контентом и будут рады, что такое что-то сделано для них. В отличие от телевидения, есть возможность посмотреть сразу, может быть, несколько серий подряд, посмотреть в удобное время. То есть это, в принципе, тоже такие плюсы, которые дают YouTube-канал. Да, этот контент вообще мы делали для латышки, и тут мы делали для мамочек, и чтобы вот, если ты хочешь дать пять минут маленькому что-то посмотреть, что у тебя это просто в телефоне, что-то очень простое, очень милое, и очень такой, очень педагогический, профессиональный контент. Почти три недели выходит. Есть ли какая-то, наверняка, есть первая реакция от зрителей? Как вас приняли? Ну, еще как бы нет такой, я думаю, что еще эти обороты, не все еще мы получили, этот фидбэк получили. Это самое начало нашей дороги, так что я думаю, что там будет все классно. Теперь еще мы просто немножко там нехорошо сделали, что этот YouTube-канал нам надо было пораннее уже завести, но мы завели его только тогда, когда была премьера, это очень как бы еще надо его как бы развивать. Ну, будем считать, что во время нашего разговора в том числе развивается, и количество подписчиков растет, растет и растет, и просмотры сейчас тоже. Как закрутится, счетчик так и не остановишь. Насколько сложно создавать этот сериал, учитывая, что необходим, ну, необходимы сценарии, актеры, костюмы и декорации, поскольку каждый раз вот появляется тут-то в каком-то новом наряде и все время в разных совершенно каких-то декорациях. То есть вот насколько с этим сложно? Ну, мы уже как бы привыкли, потому что мы делали этот сериал, мы делали на латышском, на эстонском, на португальском и еще на английском тоже. Так что у нас есть как бы уже навыки, как это делать, но вообще в команде где-то 15 человек, если так, вместе все, все-все-все, которые делают этот сериал. Это команда Аусма, да? Ну, вот производители детского контента Аусма. Вы просто не сказали, может быть, слушателям, с самого начала нужно было это сделать. Ну, сказали сейчас. Столько языков, то есть востребовано по всей Европе, какие-то еще языки предполагаются в ближайшее время? Кто-то закупил? Ну, у нас теперь такая, мы очень надеемся на Португалию, у нас там очень хорошо, как-то все смотрится, там мы попали в конкурс, где этот сериал по португальски, он в конкурсе, где на общественное телевидение, и может попасть в этом общественном телевидении. Вообще-то, я думаю, я думаю, что все это очень, как бы, очень, так, как сказать, очень, что-то, не знаю, по-русски, но, ну, это... Скажите по-латышски, мы поймем. очень много Ютуб смотрят, и это все идет так, вот такая настоящая наша время теперь, что дети смотрят Ютуб, и это наше будущее, что это не всегда будет телевидение, но это все, все эти платформы по-новому, как-то мы строим свои жизни, и вот как раз эти маленькие дети, которые там с годик, это четырех, они вот наше будущее, и на них мы смотрим, как они вообще контент будут, как они будут контент использовать, и как они будут смотреть, знаете, все, может быть, это такая телевидение не будет через 20 лет больше, будет только какие-то там эти новые вот платформы, новые какие-то, это, да, эти, не знаю, как по-русски. Время идет, платформа меняется, одна ценность остается незыблемой, произведенный в Латвии детский контент. Когда-то это был замечательный мультик, Фонтодром, например, какие-то другие были мультфильмы, а сейчас вот такой... Аварий с бригадой, опять же, да, целый вон парк отгрохали развлечений, наш ответ Диснея, а сейчас вот тут на скорби. Лидия, может быть, вот уже в завершении разговора, несколько слов о том, как вы чувствуете себя в Латвии, насколько, ну вот, что вас больше всего, может быть, удивило здесь, привлекло, порадовало? Спасибо большое за вопрос. Чувствую в Латвии себя достаточно комфортно, в первую очередь безопасно. Вот. Я была в Латвии раньше, я была конкретно в Риге раньше. Мой папа когда-то здесь жил и работал. Но, конечно, когда ты приезжаешь совершенно из других реалий, совершенно по другой причине, мы же приехали не путешествовать, а, к сожалению, мы сбежали от войны, от ужаса того, что мы видели, то совершенно другая адаптация, совершенно по-другому воспринимаешь, в принципе, ну, абсолютно все. Даже те же дома, даже тот же старый город. То есть совершенно другое психологическое состояние. хочу сразу сказать, что в Латвии очень, вообще латыши и вы и все очень такой доброжелательный и дружелюбный народ. Нас очень-очень приятно и хорошо приняли. Нам оказали очень много помощи и психологической, и материальной, потому что мы не просили, но каждый человек настолько сильно переживает, то есть каждый человек, с которым мы сталкивались, сильно переживает касательно войны в нашей стране, все очень сильно стараются помочь, как могут. То есть вот что человек умеет, он уже сразу предлагает. А давайте вот мы вам так поможем, или давайте мы вам что-то привезем, или, пожалуйста, не стесняйтесь, мы хотим вам там что-то подарить. То есть все люди очень сопереживают, и это очень приятно. Ну, как бы чувствуешь себя не брошенным котенком в неизвестность, что ты можешь обратиться к людям, и люди тебе помогут. Спасибо вам за такие добрые слова, действительно, о Латвии. Мы еще раз напоминаем нашим слушателям, что уже с 1 июля специально сделанный для украинских детей детский сериал «Тутины скорбы», который, кстати, очень понятный, поскольку украинский, он очень понятный язык, если говорить о, скажем, нашей русскоязычной аудитории. В Латвии можно посмотреть на канале YouTube. Лидия Баранова, украинская актриса, живущая сейчас в Латвии, и Марта Селецкая, это продюсер сериала из компании «Аусма», сегодня были с нами в киевском времени. Большое вам спасибо, и, конечно же, удачи и развития и сериала, и... И вам, и вашим всем проектам. Всего доброго и хорошего дня. Спасибо. 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 И слушайте Радио Болтком.